привет мои адекватные и абсолютно разумные все а теперь можно официально начинать видео сегодня мы с вами общаемся ну как общаемся я веду монолог в пустоту вот сюда вот в камеру смотря на вас и и отвечаю на вопросы у берду нутеров которые откликнулись на мой зов помощи и закинули мне деньгу это достаточно такой буржуйский вопрос ответ и я думаю это последний раз когда такой буржуйский вопрос ответ устраиваю потому что ну наверное это не очень по-людски вот так что если вдруг у вас есть какие-то вопросы и на будущее да потому что вдруг я вдруг вам зайдут такие ролики вы захотите побольше роликов где просто сижу общаясь в камеру и что-то говорю то задавайте свои вопросы под этим видео в комментариях да только пожалуйста умоляю вас я уже чекнул пробежал глазами на топ какие примерные вопросы задавали и я срани вас предупрежу не стоит задавать вопросы а ля а выйдет ли когда-нибудь ролик по каким-нибудь допустим вампирам или по клубу романтики или по алматинцам я скорее всего не буду отвечать на такие вопросы сейчас я конечно буду отвечать я буду отвечать с полной серьезностью но тогда лучше не надо задать какие-нибудь более личные вопросы допустим бебеев в каком магазине ты таришься как бы какой сорт яиц ты посовет дальше никому я на самом деле не нужен этот ролик будет абсолютно непопулярным абсолютно не зайдет по просмотрам потому что ну людям банально тот же ролик с далматинцами будет смотреть на много блин я как-то знаю по какой где буду делать следующий ролик давайте начнем с первых вопросов у меня тут все на телефоне если что так что не обращать внимание если вдруг во время зачитки будут смотреть куда-то в сторону писи больные вообще не смешно кто-то должен был стать квинтэссенции всех вопросов кто-то должен был стать разящей бури кто-то должен был стать тем кто задаст вопрос про мгс но это будет не что лучше доллара или как или кок спросил грудинин задонатив тысячу рублев это я на будущее мало ли вдруг я стану техноблогером спонсоры у меня платежеспособная аудитория присылайте мне пожалуйста какие-нибудь готовые сборки компов за 500 тысяч и кому я нужен вот ам большое спасибо грудинец за косарик ну конечно же лучше кок потому что кок мне и приносит доллары в плане шутки про кока они в плане того что я на панели стою гоже это такой провальный ролик будет наравне братва и кольцо на английском языке извините ребят как надо говорить микрофон а то у меня наверное голос сейчас куда-то в пустоту там уходит иван деметьев просто задонатил 300 рублев не прислав никакого сообщения большое тебе спасибо друг за 300 рублей надеюсь у тебя вырастет все опять сложу к писюнов что за человек такой кстати возможно вы не знаете но вот тут вот допустим у нас у нас как бы живность творится вот тут сейчас в этой клетке спят морские свинки там видите вот клетчатая клетчатый ковер на клетке там уже у нас попугайчик какарик вот тут в углу да вот там вот за диваном самец морских свинок мы держим подальше от морских свинок самок потому что он их сношает там сейчас мамаша самка и дочка ему без разницы он и тех и тех сношать собирается ну мы такое конечно же не одобряем потому что это не алабама дорогие друзья у нас здесь все цивильно жмых игорь зананатил 100 рублев дорогой бэбэй можно ли ждать мгс 2 или ты урок кстати кто платит тот и заказывает музыку так что передай моему другу беляшу чтоб он сдох гадина и скобочках привет беляш живи и процветай чтоб тебе все было хорошо чтобы у тебя появились отношения желательно с мужчиной а тому кто это вот ну я конечно скажу спасибо за сотку но беляшу пожелать такие неприятности пусть живет 100 лет на это грешной земли и чтоб еще пораньше ливнулся игры да не дождется кстати тут еще в донатах будут некоторые донаты возможно попадаться со стримов я постарался все тут как говорится отскринить но если вдруг я буду говорить какие-то дунутики со стримов и тоже не обращать внимание значит возможно просто какой-то вопрос был интересный или крупную сумму задонатили мало ли так дальше скрозикс задонатил 250 рублев раз уж готику 3 напросил народ то можно ли напросить и продолжение програли нет как бы я понимаю то что я сейчас опробую надежды многих людей но я свою карьеру как мимо дела относительно закончил да то есть я сейчас выкладываю абсолютно шитпост в паблик дико радач то есть ну от балды я я выкладываю то что в теории ну является смешным для меня раньше я делал десятикартичные десятикартиночные мемы чтобы они собирали побольше репостов и как вот люди смотрят ой там какая-то умная мысль я ее обязательно репущу мне прям понравится но эти посты не несли какой-либо ценности для меня то есть я я с них не не кикешился не смешно мне было ничего ну по крайней мере в дальнейшем уже да может поначалу еще как-то я с этого яморил а сейчас мне мне смешон дебилизм мне смешно когда кому какой-то дебильный отвратительный юмор идет вот что мне приносит удовольствие дорогие друзья и ничего с этим поделать не могу такой вот у вас дебик джаз тусамуан задонатил 100 рублей сбор дани прошел успешно написал ну да спасибо большое я чувствую себя лордом которому крестьяне кидают но не деньги в данном случае раньше же иногда собирали налог виде виде пшена они мне мешки зерном кидают мясо свинину буженину с хид с хид с хайди ну я не знаю задонатил 100 рублей большое спасибо друг аноним задонатил тоже соточку и написал вот твои доллары спасибо мне очень приятно димка невидимка задонатил сотку давно хотел спросить а как ты справишься с укладкой торчащих во все стороны смольно-черно-кудрявых локонов необычно необычайной красоты по утрам ну во-первых сейчас я расчесан да то есть я специально перед данным видеороликом я расчесался я умыл голову с пристал все маслом и прям вот я такой красивый у вас и обязательно то же самое сделал с бородой на то есть обязательно расчесал выкручивал оттуда всякую бяку и вот теперь я перед вами сижу аля уплён сейчас ну кому я нужен я урод я лысеть начал из-за роликов представляете себе вот сейчас это не видно но вот тут у меня лысеть начало то есть в теории я где-то 30 годам я уже вот тут буду ну у меня тут уже пустота будет я буду такой типичный человек у которого тут волос полно сзади волос полно но тут пустота опушка это все из-за ютуба на самом деле вот помните начальные ролики какие у меня были кудрявые прекрасные волосы а сейчас посмотрите на меня посмотрите я я посмотрите синьки под глазами я я бледный я бледный забитый чухан который только и делает что пытается удовлетворить потребности подписчиков потому что если я не буду удовлетворять под предопотребности подписчиков то не будет денег я буду голодать я буду нищий увы и ах дорогие друзья с этим ничего не поделать тирекс лейзер задонатил соточку где кратко про дизонард ну ладно давай давайте я серьезно отвечу на этот вопрос все-таки люди деньги задонатят я уж а для начала все-таки я выпущу ролик по дарк миссаю те люди которые спрашивают есть у нас у нас помнится один особо активный человек в паблике был я уверен ты сейчас смотришь этот этот ролик все время спрашивал как под каждым постом спрашивал про дарк миссая будет про дарк миссая я не забыл про кейн студиос он обязательно будет и возможно даже еще до нового года я не знаю честно я не знаю но я постараюсь но я ни разу групп сам полностью не проходил мне просто интересно мне просто интересно посмотреть на эти референсы каркс фаталису потому что изначально аркс фаталис 2 должен выйти должен был выйти но потом его начали переделывать то есть там же валв вроде бы в данном в тот момент командовали они сказали переделывать все делайте под вот по героям потому что до героя 5 выходили вот делайте по героям и не сделали не будет больше никогда экспертали продолжение пора боже смириться с этим а вот начну насчет дизонарта ну и думаю наверное будет дизонар после дарк миссая как бы я проходил дизонарта еще на стриме но дизонард именно как иммерсив сим в сравнении с тем же дарк миссая все-таки чуть-чуть я играл помню он выглядит достаточно кастрированным в плане боевки то есть да много разных способностей да там убивать да тыра-пыра но геймплей на дарк миссая был все-таки мне кажется богаче так что ну поэтому у меня желание делать по дизонарту не такое большое как по остальным играм но кто знает может быть все таки сделаю потому что мне все таки охота поиграть во второй дизонард а как играть во второй дизонард при этом не сделав ролик по первому дизонарту я имя умы уму просто непостижимо а данила задонатил 200 рублев не забывай про нас за бугром и делай и дальше контент про жопы и говно ну про жопы и говно контент будет определенно тут можете даже не сомневаться ну а про то что там за бугром не забывай ну я не я не смогу вас забыть потому что сейчас контент-мейкерство это мой основной источник дохода в первую очередь и раз он мой основной источник дохода я просто не могу прекратить делать ролики то есть ну я я осунусь у меня глаза впадут в голову у меня отвалится нос но один фиг мне придется делать из раза в раз ролики ничего с этим не поделать ничего я не могу идти на твич потому что твич но я не так популярен на твиче то есть меня смотрят от силы бывает ну сколько на сейчас подписчиков на канале меня на канале обычно сидит на твиче человек 300 в самые лучшие такие пики когда мы сидим просто смотрим ролики таляна а когда я играю там металл меньше поэтому я я пока да буду делать ролики на youtube то есть я до конца своих дней я прикован тут я я никуда от вас не уйду буду вы можете отписаться от канала вы можете спокойно забыть про этот канал я не могу я не имею права такого морального потому что иначе я сдохну не будет ничего кушать сергей задонатил соточку и спросил а бебе расскажи что такое секс секс это миф это миф придуманный масонами чтобы ты чувствовал себя угнетенным чтобы ты чувствовал себя обиженным за что у всех есть секс а у тебя нету что же такое секс я не знаю его нету хватит париться просто не парься ни у кого его нету на самом деле вот все те кто делали то что них есть секс это 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 не правда то что от порно существует это не порно это компьютерная графика ни один здравый человек писька и другого человека тыкать не будет сумасшествие какое-то ромка боцман задонатил соточку бу-буй раньше вообще не знал про твой канал только про великий деградач ну потому что на самом деле ну изначально был конечно youtube канал но потом я полностью перешел на деградач потому что считал то что это ну я смогу вечно делать мемасы на самом деле не смог вот и потом вообще случайно наклеил на ну наверно не наклеил а налетел наткнулся вот да наткнулся на твой канал и узнал отмена деградача счастья тебе искренне от дитя космоса большое спасибо за соточку другом изначально до деградача это был вот моя основная деятельность и я думал то что я буду вечно этим заниматься но как бы это не было странно но я вечно могу заниматься видосами деградач это абсолютно неблагодарный проект очень неблагодарный это когда ты делаешь посты это когда ты делаешь мемы потом приходит какой-нибудь обоссаный паблик кб все это ворует потом еще рофлят над тобой в комментариях говорят вот мы у вас посты воруем вы ничего ничего не сделаете они зарабатывают на этом потом ты психуешь из-за всей вот этой фигни перестаешь делать мемасы и потом вконтакте вводят поддержку авторов и все украденные посты начинают баниться когда ты уже просто ну морально истощенный и на все твои просьбы в вк которые были до этого не говорят ну мы ничего не можем поделать как бы это же интернет в чем мы ну чем мы чем мы это же они совершенно какой-то другой площадке всем этим занимаются да константин лёвкин скобочках а ларак ты наверное порохли надо мной хотел то что не могу выговорить букву р а ларак а ларак а ларак задонатил 350 рублей я присоединился к твоей фракции со второй части архс фаталис приятно почти олд хотя настоящие олды застигли самый первый ролик рыб это кал я сидел в том углу на фоне вот той двери на дешманскую камеру снимал себя и говорил то что каски космийский круз и всякие прочие рыб это говно сейчас этого ролика уже нигде нету его нигде не найдете вот и с упоением смотрел каждый свежий ролик независимости от содержания не нравится творчество и жаль что ограничение в дунуте 200 буков ничего друг во первых большое тебе спасибо за 350 рублей во вторых я все-таки наверное многие мне советовали завести патреон ради таких вот вопросов но кроме ответа на вопросов я просто больше ничего не могу вам дать поэтому наверное все таки патреон будет не такой уж честный штукой задавайте тут вопросы ты можешь спокойно задать вопрос тут под этим роликом потом если вдруг этот ролик зайдет и люди будут с удовольствием смотреть ну если им понравится банально я с радостью для меня как без проблем я сижу спокойно чилю тут попиваю коку попиваю ванильный кок я сам себя ненавижу за то что у меня все сводится к писюнам мне кажется у меня какие-то комплексы иначе я это объяснить не могу все сводится все сводится к писькам осталось только охигао сделано и типу господи ты ладно это видео реально будет говно но раз уж если уж пускаться все тяжкие то уж все тяжкие мне проблема если я начинаю смеяться очень сильно я начинаю кашлять то что в теории если меня очень сильно рассмешить я задохну я задохнусь да артур куджо куджо чё-то кисома задонатил 100 рублей так и будешь по играм видосы делать или все что стоит надеяться на видео про фемок фанфики прочее что осталось я уже забил болт на всякие ролики а-ля гниль ютуба и вообще считаю то что делать ролики где ты кого-то обсираешь или где ты кого-то выводишь на чистую воду но честно я это делаю от того чтобы набрать подписчиков то есть мне в принципе было пофиг то что там к тайны ролики воруют мне было пофиг то что там фостер с фигней страдает мне хотя может быть мне тогда было не пофиг но сейчас нет настолько вот просто до фени и когда ты занимаешься именно созданием таких роликов то скорее всего ты это делаешь не ради там ой ради дела то есть вывести людей на число то что подписата пришла зачем злиться на людей в интернете хотя я злюсь на некоторых людей когда вижу в рекомендуемых как какой-нибудь там знаете какой-нибудь такой заголовок неужели rdr2 не шедевр или что там у нас какие просто выходит какая-нибудь играй там знаете такое такое удивленное лицо так может быть эта игра говно это вообще это отвратительная часть ютуба на самом деле я понимаю то что я свое время засрал hill blade аля это претенциозное говно но на самом деле если играть и не нравится то вполне возможно но это просто дебил я все время забываю про свою я очень часто точнее забывал про свое главное правило если игра тебе не понравилось это не значит то что игра као но раньше я был дебиком я я не отрицаю честно это только со временем я исправился со временем это я до сих пор считаю себе умственно отстал на самом деле ну вот а про фанфики и прочее но я не знаю посмотрим может быть действительно если подобные ролики он буду заходить я вам буду какие-то лайв блоги заводить мол иду в магазин с баржоми ролик на 40 минут михаил уруг абшир издеваетесь надо задонатил 100 рублей я так унижаюсь ради сотки прекрасно денежку бубую от оркско-еврейского фонда хранителя доллара сразу и на мои подписчики удачи путешествие блаженной земли ну кстати путешествие блаженной земли еще не скоро будет как бы вы задонатили конечно много но это даже не близко к тому чтобы ну куда-то там свалить то есть но как бы у меня очень платежная аудитория но надо чтобы у меня в аудитории сидели миллионеры чтобы мне какой-нибудь нефтяной олигарх сидел кстати меня смотрит какой-нибудь нефтяной олигарх действительно такой сидит блин вот я раньше пока не стал богатым играл в первую гонтику он бы вспомнить о ней заходит на youtube а там я в рекомендуемых у него такого надо глянуть он смотрит с упоением все серии вот я сейчас покушал бутерброд золотой посыпкой надо бы бебею сдачу с покупки яхты закинуть и кидает мне там деньгу после чего я уже какую-нибудь там какие у нас прекрасные земли есть в казахстан я весь ролик все что я не знаю надо справляться весь ролик только делаю что смеюсь мне кажется это портит впечатление от ролика вода обложены земли в которых живут только самые приятные совершенно не толстые стримеры и ютуберы но когда-нибудь мы туда поедем честно пока что у нас как бы но по секрету вам скажу то что создание роликов наконец-то начало доставлять удовольствие если вы понимаете о чем я правда все эти деньги вот допустим все ваши донаты ушли свинкам на самом деле вот вот животного не все они все сожрали вот выкидайте сот блин блин нельзя материться на ютубе а то вдруг упасает вот вот выкидайте сотку и морская сынка такая выкекивает этот переваренный доллар и заново его ест потому что свинки если у них недостаток витаминов они свои кизики едят я только сейчас понял насколько же это очень иронично то что у нас именно такие питомцы удачи в нахождении своей земли сказал илья кадин и задонатил пять долларов спасибо большое мы еще мы еще работаем над этим как пока что мы еще тут пока что я как был с этой кладовкой я тут и остался надо будет потом как-нибудь для большей эстетики знаете олдовой создать видосик где будут сидеть на фоне этой кладовки правда настолько разжирел то что наверно тоже не помещусь вениамин махнаткин задонатил 100 рублей спасибо за оригинальный контент и гоняющие шутки прописки над которыми в каждый раз как в первый у меня вопрос волнующий всех олд фагов вернуться ли меры про крестоносцев и срать сына как я уже говорил я я бывший мемер экс нео мемер я сомневаюсь то что я буду снова делать мемасы у меня есть желание допустим вот вы спрашивали про играли в теории когда-нибудь продолжение может выйти но оно же будет не таким у меня все-таки желание есть рисовать но для этого я не хочу рисовать на компе для этого когда-нибудь возьму может быть планшеты может быть какой-нибудь там ойпад с этим самым с пером и буду сидеть такой в удовольствие как раньше я делал мемасы в толкане я также буду сидеть и делать мемасы на планшете сидя в туалете так вот нарисуем продолжение про играли буду так вырисовывать крестоносца с торчащей бибой из-под доспехов и сарацин такой кушает солонину смотрит на него и говорит вот часы крестоносец вот часы сколько нужно евреев чтобы растопить печь сказал обратный отчет из за донатил 500 рублей в обычный момент я наверное назвал тебе скипнул бы это донат но ты задонатил 500 рублей так что я просто обращу на тебя внимание и не буду отвечать на твой вопрос вот кстати один из донатов со стрима я я не могу его пропустить по крайней мере потому что но это очень такой приятный донат xaxflux написал спасибо за всю готику и поставил смайлик очень такой приятный донат и закинул 20000 рублей вот очень приятное пожелание спасибо за всю готику прям классно спасибо большой друг очень приятно как бы я опять же спонсоры если вдруг захотите мне там какие-нибудь убер-мега технологии засылать то знаете меня очень платежная аудитория дальше я читаю донаты они также скорее всего со стримов потому что я уже не помню это очень давно было но если что то как бы не обижайтесь лирейд задонатил 300 рублей вождя склоняю в ию склоняю в ию свою просьбу тебе о великий а слайб гнет в паблике на ангифагов немыток жалко убогих травят и холды нещадно да и поблос из этого нововведения в имиджборд превратился мне очень нравится то что устраивает наша аудитория в комментариях обычно вы поехавшие вы реально ну поехавшие не знаю кого вы такие вы я не знаю у вас кукуха едет вы там угнетаете друг друга издеваетесь как не стыдно вот я смотрю на все это и у меня прям сердце кровью обливается прям смотрю и так ой как плохо нот гумба слэш мишка дегтярёв задонатил сотку я пытался использовать карту реверса но твой живи шмот украл ее я не матерюсь и на ютубе и мне пришлось донатить спасибо буй за урок не использовать артефакты против евреев а что ты думаешь про серию механоиды я в механоиды не играл я впервые про механоиды слышу или может быть слышал я уже не помню честно но я не играл это точно спасибо еще раз за марки фай задонатил 200 держи бимболай да прибудет с тобой сила член стакан стакан кефира серьезно то удачи тебе и насти творческих не только начинаниях здоровья добра да и в принципе хватит с вас но мы стараемся как можем ну контент-мейкерство я говорю я лысеть начал лучше бы худеть начала так и только жиреть начинаю потом пришлось в зал начать ходить я начал ходить зал и еще сильнее жиреть начал странно сандер задонатил 6 евро вот тебе денежка бабай вопросов особо нет на спрошу тупо приколы чтоб ролик попасть первое будут ли еще стрим по жаз-дэнс не знаю насчет джаз-дэнс но будут стрим по ринг-фит те кто знает то те знают 2 если шанс то ты пройдешь перейдешь свеча на к примеру миксер луф тебя меньше меньше чем 3 на миксер вряд ли в теории есть шанс то что мы рано или поздно перейдем на youtube стримить потому что все таки очень много людей банятся на твиче есть вероятность то что рано или поздно и меня забанят я даже не знаю возможно буду не знать почему потому что я уже перестал материться в роликах я уже когда на улице говорю слово п я сразу а потом а я ж на улице это все твич твич цензурирует не только мою речь на твиче он цензурирует меня по жизни рано или поздно возможно мне просто надоест сидеть на твиче нам придется уйти оттуда так что готовьтесь вот аноним задонатил 200 рублев спасибо за контент не за что аноним саша задонатил сотку и ничего не написал спасибо тебе саша егор хаинов задонатил 250 рублей когда русская семья 4 всем всем детским садом три года ждем holiday santa русской семьи 4 не будет потому что один из участников в создании этих роликов повесился жирный джо ванна задонатил 500 рублей на италию для моей беловед булочки мы кстати недавно посмотрели golden wind и ну нам понравилось честно я не знаю я я мне попадались в рекомендуемых знаете ролики типа golden wind это все это 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 плохой сезон там или типа это плохой сененай я уже не помню что такое сененай ну-ка я не ну это короче я так понимаю тоже камень у бога рот golden wind а короче нам понравилось да старт раз курсадер пока что ничего не переплюнет но это не делает стартасты не делают даймондов плохими стартасты не делают плохими golden wind это достаточно прикольно приятно персонажи интересные на ранчу жалко мы когда снасти смотрели мы мы сразу когда появляется этот самый секс пистолс мы сразу балдежно олег задонатил 250 рублей спасибо за адекватный абсолютно разумный контент не за что вот еще один донат опять же я по ходу я смотрю тут некоторые вроде донаты были на стримах я стараюсь стримовские донаты в основном пропускать но некоторые вопросы выглядят не как стримовские поэтому я вынужден на отвечать чтобы если что не пропустить я опять же если вдруг чей-то вопрос я пропустил простите пожалуйста простите меня я искренне вот извиняюсь вот и если за каждый пропущенный донат чтобы у меня это самый айкью еще сильнее падал так глядишь и до однозначного дойдут дизонор кидают соточку и спрашивает ам здравствуй ббв простаков твой первый ролик русская семья нет или ты пытался делать видео и раньше да и вообще как тебе в голову пришла идея делать ролики кратко самый-самый-самый первый ролик был у меня про half-life 2 и он и он был опять же он был из разряда где я просто сижу обсираю half-life причем первые там 20 минут игры там это это абсолютно отвратительный ролик был настолько отвратить то что мне по сей день в него стыдно за него стыдно потому что там был труп турчинского который у него голова была как из серии south park как у канадцев я не буду больше скрывать подробности ну-ка в общем нет я начинал самого говна и я сам удивлен то что я смог чего-то добиться по жизни благо этот ролик сейчас вы нигде не найдете я постарался чтобы его нигде не нашли потому что меня просто посадить могут за него или в суд подать я не знаю вот александр хлебников кидает солнечку бэбэ еврейской ты морда лови сатана братишка спасибо очень приятно рэкши кидает 200 рублей бэбэ что тебе больше всего мотивирует продолжать карьеру ютубера слэш стримлера долго ли планируешь этим заниматься если более глобальные планы тимок тебе за контент-категории г я пошел в ютубера слэш стриммер может больше ничего не умею я реально я тупой я был не двоечником я был троечником в школе я ничего не умею у меня нет абсолютно никаких знаний я максимум говорю мол ну знаю чуть-чуть английский язык все я не знаю как я смог поехать в америку по war control я не знаю как я смог оттуда вернуться я ну я бездарный человек если ты бездарный человек иди на youtube возможно ты чего-то добьешься я пошел и я вот чего-то более-менее добился и ну и опять же я не могу ничего делать и но потому что я больше ничего и не умею все поэтому я навсегда будут на ютубе ребят так что учить или попадете в ловку в ловушку контент-мейкера вот чуток выпал кидает соточку ля какой ты стал помнить русскую семейку снимал вот как я впал в кому ты начал снимать видео про игры я считаю что деградация многим действительно нравится мои самые олдовые ролики это аля так говорил зарату устро русская семья это самые не популярные ролики но многими они самые любимые они годят лучше бы ты как раньше русскую семью снимал возможно но вот я деградировал до роликов по играм ничего с этим поделать не могу ребят драконорожденная овечка кидает 500 рублев при ву теки как насчет того чтобы пройти по порядку все игр по dnd которые даже сейчас выходят и это посмотрел я недавно first play radio он офигенный сделал на него обзор в 2к 19 это донат вроде был на стримах но я все равно отвечу то что я не умею снимать ролики по кино так что потом с меня не снимали монетизация так что наверное обзоров не будет да и я не кинокритик честно я не так я больше играю выиграть чем смотрю кино увы и ах но все равно большое спасибо за 500 рублей мари кюри за донатила 150 рублей бэбэй какие игры можешь посоветовать на свитч кроме зельды и как относится к серии bioshock ну на свитч я могу посоветовать наверное марева тогда и и но я стараюсь не советовать мультиплатформу ну fire emblem астрал чейн я вот в астрал я фар эмблем не играл но я играл в астрал чейн астрал чейн классный хотя не особо не допустим то же самое бэйна это не зашла но вот астрал чейн зашел внезапно и как она в системе bioshock ну я могу вам сказать то что рано или поздно стоит ожидать ролики по bioshock думаю такую такой ответ вас устроит вот олег кулов задонатил 100 рублей бэбэй оставайся всегда таким великолепным честно фамилиях в контакте великолепный у меня стоит это как ирония над самим собой с таким же успехом я мог сказать ну поставить бэбэй худой или бэбэй тощий или бэбэй лысый то есть на полной противоположность я не великолепный ребят ну это все я сам это зафорсил чтобы вы так думали но на самом деле нет я говорю я я ничего не умею я бездарно ребят это чтобы это что я сейчас кидаю доната тоже наши люди покидали деньги это это нонсенс я не заслужил этого честно ребят сладкий оладушек задонатил 100 рублей бэбэй на конфетки спасибо мне это очень нравится правда буду здесь еще сильнее жалеть рано или поздно мне откажет сердце я сейчас тоже на свой этаж поднимаюсь поэтому надо худеть ребят честно надо худеть я стараюсь заниматься честно я стараюсь я хочу выглядеть как джо тарыч чтобы такой признать а у меня еще как мясо тут есть то на мышцах я помню в детстве у меня был друг у меня вообще не было никаких мышц я был тощим в детстве вот реально не был худой-худой у меня тут потрогал у меня-то вообще мышцы не было молоко сейчас у меня тут мясишка есть конечно но не факт то что я кому-то смогу ну подсрачник дать но но банку с огурчиком я открыть могу я мощный обломович закинул 500 рублев бэй я твой бэй бэй через бэй 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 удачно солите на бэй бэй подальше но это вы это со стрима это со стрима донат я прям сейчас вспомнил большое спасибо за 500 рублей трог лирейд задонатил 2000 вы тоже со стрима но 2000 она зачитаем я так понимаю кого-то с работы поперли со здоровьем проблемы ребят вы же выжить на донаты не получится нужно иметь источник дохода хотя вы это и так знаете не маленький уже люблю целую желаю нечет задумался насчет работы я пытался вспомнить вообще когда я работал то я работал когда в америку поехал я работал по началу лайфграла хотим не поначалу 7 лайфгардом работал ну то есть спасателем на на бассейне потом я работал в америке в аквапарке поначалу лайфгардом а потом я работал на этих стоял на вышках на аттракционах и контролировал чтобы никто оттуда не угандошился и кстати я там похудел в америке я весил на момент когда я уезжал я весил около 100 килограмм может 90 может около 90 не помню а когда я уже собирался оттуда уезжать я похудел я начал весить где-то 70 это такая нервозная работа была точно такое нервозное было путешествие я реально я весь как лимон выжатый был я у меня лицо осунулась я был весь копченым в плане того что я стоял все время на солнце я был весь обугленный я был весь обуглен на лицо у меня было я не знаю может быть я видео найду поставлю вот это вот вот посмотрите на меня сейчас и сейчас вот тут должна появиться фотка если не появится я гей должна привить фотка как я выглядел в америке мне еще заставляли бриться про там шутка с тем что мне сказали побриться я приду лысым не пройдет меня уволят просто ренат азизов задонатил 100 рублей привет дубейка люблю тебя и твои видео передай привет мне азизову ренату ренат азизов привет привет она это я уже дурачу рыжий еврей задонатил сотку и промолчал не по-еврейски кинуть сотку и промолчать и гнат задонатил 300 рублей на эти деньги ты сможешь купить 9 ватрушек зачем есть ватрушки если можно купить порошок с мясом с мясом 4 жрать захотел надо будет попросить жену мясишка пожарить а скажет опять плиту закваснул том рейс задонатил 160 рублей спасибо за видосы бэбэ вот купи себе вкусняшек зачем мне все 8 меня откормить пытаетесь но все равно большое спасибо большое спасибо поверь мне эти деньги пойдут в рот не мне они пойдут в рот вот вот этим вот неблагодарным животным over cooked corn задонатил 100 рублей на продолжение видео про прохождение группы джи виш мод по первому ведьмаку продолжение по ведьмаку будет даже так будет ремейк кратко про ведьмак то есть если я буду делать кратко про ведьмака а я буду то я полностью переделаю первую серию сниму ее заново может быть с другими шутками а может быть теми же самыми шутками а поглядим ребят блин и ребят ну это все дунутики кончились кончились что-то даже быстро я все зачитал я посмотрел сколько там донатов и я ждал то что я сейчас будет сеть большое спасибо чёте крона за подписку на твич большое спасибо очень приятно так вот ребята я еще раз хочу сказать большое вам всем спасибо сам факт то что столько людей откликнулась и покидала деньгу это очень много значит для меня вот а во-вторых если вдруг вам нравится формат роликов где я просто говорю если вам интересен я сам потому что многие говорили бы можешь пожалуйста не мелькать как очень много было просьб чтобы я перестал мелькать видосах на камеру потому что вы хоть показать свою жирную харю ты никому не нужен ну и как бы ну если если так много просьб то я если что не буду мелькать но если вдруг есть люди которым интересны такие ролики где просто я в режиме лайв что-то говорю что-то рассказываю то вы пожалуйста напишите дайте фидбэк вот реально напишите потому что все желание вот делать такие ролики могут отбить люди которым это не нравится потому что есть главное правило у контент-мейкеров на каждый вот каждые десять положительных комментариев абсолютно перебивает один хейтерский поэтому ну как бы я вот это может выглядеть то что я вас сейчас баечу да на приятности но просто когда вы говорите молодец выпустил ролик или в этом ролике ты был особенно смешным ну я не говорю сейчас мне врать ну короче вы поняли если вы просто вам ролик понравился и вы это написали то это хорошо если он ролик понравился и вы это не написали то ну напишите пожалуйста это много значит для нас это очень много значит действительно вот но на сегодня действительно я думаю все все у меня наверно пойду сейчас этот ролик монтировать но сейчас я закончу я буду его монтировать я думаю ближайшее время выложу потому что это не так уж сложно создавать такие ролики ну а потом я снова примусь за ролики по играм следующий ролик опять же не будет связано с продукцией пиранье не будет связано с какими-либо приложениями готики я пока что хочу отдохнуть ребят честно я устал на таких игры хочу сделать чуть лайтов как раньше я делал ролики по гарри поттеру или по сталкеру поглядим ребят поглядим но пока что а пока что все до скорых встреч мои дорогие друзья прям когда вот проникает энергия сахарным организм пока ребят до скорых встреч и